Так-так-так, тишина в классе, тишина в классе, ну-ка успокоились. Ребята, у меня для вас важное объявление. А, да, кстати, всем привет, ребята, с вами я, отец, одиночка Нюкин, но сейчас я учитель, так что, извините, я пойду увести урок. Ребята, сегодня важное объявление, сегодня к нам в класс приходит один очень важный и особенный ученик. Смотрите, пожалуйста, на стену, я не случайно сегодня повесил плакаты с гипофизом и анатомией. Да, ребята, дело в том, что у этого ученика есть одна небольшая особенность, но, но, я знаю, какие вы токсичные, какие вы иногда бываете грубые, однако вы же у нас самый лучший класс, да? Я считаю, что вы самый лучший класс, поэтому давайте не будем позориться и примем этого нового ученика с достоинством. Как будто у нас целая семья тут, хорошо? Ну что же, ребята, я скажу прямо, прямо, а потом вы просто это при нём не упоминайте. Дело в том, что у нового ученика карликовость. Да, ребята, он карлик, вы знаете, кто это такие? Люди с очень маленьким ростом. Так, ребята, что? Петя, от тебя я такого не ожидал, ты чего? Нет, они такие же, как и мы. Голова у них такая же умная, такая же светлая, как у вас. Они так же думают, так же мыслят, у них такие же чувства. Они могут расстроиться, опечалиться. Просто у них получается небольшая, иногда, в большинстве случаев, дисфункция в гипофизе. Из-за этого вырабатывается, как бы, недостаток гормона роста. Поэтому они отстают в развитии, именно в плане высотном. Маленькие, в общем, получаются. Но всех остальных аспектов, они нормальные, Петя. И, конечно, с нашим темпом жизни мы все можем до 18 минут дожить. Кстати, у меня получилось. Так что, главное, просто быть внимательными, и все будет нормально. В том числе, с нашим карликом новым. Так, Петя, вот этого я и опасался, вот таких шуток твоих. Так, ладно, давайте, задавайте. Может, какие-то тупые вопросы у вас есть, и давайте я на них сразу отвечу. Если он укусит... Ой, ё-моё. Ксюша, ну что ты такое несешь, блин? Какой укусит? Это же не вампир какой-то. Нет, 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 ребят, он абсолютно не заразный он, он нормальный. Ой, просто у него есть особенности. Смотрите, поскольку мы, получаясь, сегодня его принимаем в свой класс, я надеюсь, что вы с ним подружите. Я рассчитываю, что вы не будете его подкалывать. И вообще, я читал методичку, считается нормальным, как будто бы не замечать его рост, понимаете? Как будто он такой же, как и все, чтобы он просто чувствовал себя нормальным. Это ясно? Ну что, я могу его заводить в класс? Вы не будете над ним смеяться? Вы примете его в нашу семью? Всё, давайте, ребята, ему нужна поддержка. И я, поскольку я уверен, что вы лучшие ученики в школе, очень верю, что вы его поддержите. Всё, давайте, я его зову. О, здравствуйте! Я так понимаю, вы бабушка Андрюша, да? Добрый день. В общем, я вам клянусь, я его учитель, и сегодня я верну вам его с целости и невредимости. Андрюша, привет! Вижу, кушаешь хорошо, да? Бабушка нормально тебя кормит? Ух, какой здоровый цвет лица. Всё, Андрюха, пойдём, пойдём. Слушай, можно тебя спросить кое-что? Пойдём, да не бойся, не бойся. Я могу тебя называть там дроном или Андрейкой? Или как ещё? Не хочешь? Ладно, всё, до свидания. Он, видите, смущается. Хорошо, тогда будешь Андрюхой. Всё, Андрей, пойдём. Так, ребята, познакомьтесь с Андрюхой. Заходи, заходи. Да не стесняйся, заходи, все свои. Познакомьтесь с Андрюхой. Вот, Андрей. Добрый день. Это наш дружный класс. В общем, это Петя, Ксюша. И давайте все остальные сами представятся. Что я же вас тут буду представлять? Что у вас тоже есть рот? Давайте подходим, знакомимся. Так, это Андрей. Он очень умный. Его к нам перевели из другого города. И Андрею нужны новые друзья. Андрей, видишь, мы тебя тут все поддержим. И мы все теперь с тобой тут дружим. Вот, да, Володя, Дима, там все остальные. Всё, ладно, ладно, ладно. Давайте, ребята, познакомились. А теперь продолжаем наш урок. Так, все на места, все на места. Так, Андрей, с кем хочешь сидеть? Так, все расселись? Я посмотрю, у кого там места свободные. Так, видишь, у нас класс маленько поредел после недавних событий. Но вот около Ксюши есть место. Всё, давай сюда. Так, Ксюш, подвинься там, ладно? Так, ну что, сегодня мы с вами проходим. Так, давайте разберём контрольные вопросы после параграфа. Открываем... О, всё, звонок. Так, ребята, большая перемена. 20 минут, чтобы покушать. Давайте кушаем, набираемся сил и возвращаемся. У нас важная тема сегодня. Так, Андрей, давай, кушай, кушай. Так, идём, 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 Андрей. Так, ребят, проводите его в столовую, да? Вот, Петя, Ксюха, молодцы, молодцы, да. Андрей, столовая вон там, вдалеке. Так, ребята, блин, я так горжусь своими детишками. Всего лишь один раз одна девочка из нашего класса пыталась его подколоть, нашу Андруху. И прям все так на неё ссыкнули, ссыкнули. Так что и всё, она больше не пыталась. И даже с ним общается теперь нормально. Я очень... Ребята, горжусь своими детишками. Очень такие воспитанные оказались. Так, ну и мне тоже пора уже пойти покушать. Вы же знаете, что учителя, они тоже, ну, питаются. Да. Так, надеюсь, сегодня что-нибудь типа пюрешечки. Так, берём столовые приборы. Дорого, дорого, дорого. Слушай, рыба сегодня есть? У меня бы рыбки какой-нибудь. Так, опа, все уселись. Так, а где Андрей? И, пожалуйста, пюрешечки, ладно? Пюрешки с рыбкой. Так, ага, спасибо. И картошечки. Всё, благодарю. Благодарю. Счастливого дня. Так, а где Андрей? Что, он в углу уселся? Не понял. Его там что, обижает что ли? Что? Эй, ребята! Наших тут травит! Ну-ка, давайте вступимся. Вступимся всей стеной. Так, только без рукоприкласса, ребята. Откуда бит это у вас? Ё-моё, нельзя драться. Драться нельзя. А ты подумай своим поведением. Вот правильно отстояли, Андрюху. Так, это тоже зажмите. А то, видишь, какие. Всё, Андрей, мы своих обид не даём. И чё ты сюда в угол-то убежал? Тут не все такие добрые, как мы. Да, давай к нам. Там же место есть. Давай с затишками посидишь. Да нормально там. Хватает на тебя места. Подвинуться, ничего. Мы все одна семья тут. Один класс. Так, давайте я сегодня тогда с вами тоже покушаю, чтобы к тебе никто не лез. Всё, ребята, держимся вместе. Держимся вместе. Давайте, ребята, маленько осталось. Последний урок в физкультуре. И потом домой. Можно будет вместе потом погулять. Андрей, ты с нами пойдёшь? А? Пойдёшь с нами? Всё, сейчас надо передать вас Андрею Петровичу. Твой тёзка, прикинь. Наш физрук, твой тёзка. Андрей Петрович, вот, принимайте пополнение. Только можете сегодня, пожалуйста, без очень потных игр. Видите, у нас тут новенький. Вот он. Это Андрюша. Андрей, привет. Вот твой физрук. Он, в общем, ну, сами видите. Поэтому давайте, чтобы он сегодня влился в коллектив. Что-нибудь такое лайтовое, хорошо? И даже чтобы без переодеваний. Всё, ребята, давайте в спортзал. Спортзал проходим. Так, я даже посмотрю, порадуюсь, блин, на них. Так, офигеть, офигеть, как круто. Бегают столько места. Классно. Ладно, ребята. Всё, вижу, маньяков тут нету. Нормально я вас довёл. Живим и здоровым пойду. Контрольный проверять. Хотя ладно, давайте сейчас посмотрю на них, полюбуюсь. Смотрите, играют, блин, круто с Андреем. Вот радуюсь, когда коллектив... Ой, здрасте, товарищ директор. Какими судьбами... Что это вы перепутали? Его должны были перевезти в другой класс? Андрея? Андрей, Андрей, сюда подойди, пожалуйста. Тут про тебя говорят. Серьёзно? Так он же уже в наш коллектив влился. Он уже нам как родной. Вы чего? Товарищ директор, нельзя так поступать. Он же всё в нашем классе, товарищ директор. Ёма, ну как вы могли так перепутать? Да блин, мы же к нему привыкли. Ёма, ладно, Андрей, не переживай. Всё будет нормально, мы в одной школе. Будем с тобой видеться, всё будет хорошо. Ёма, ну как вы так могли допустить, а? Накосячили, ёмаё. Ладно, Андрей, давай, иди, а то от директора отстанешь. Мы тебя потом навестим. Блин, вот шляпа какая, а. Андрей, не переживай, всё нормально будет. Ну что ты прямо перед ним-то закрываешь дверь, ёмаё. Нельзя же так. Вот это попадос. Так, ну ладно, ладно, да. Я вас урок, извините, что отвлекаю. Всё, потом вас заберу. Ребят, вы тут не удивляйтесь, просто ситуация в городе критическая, поэтому учителя обязаны сопровождать учеников. Вот на физкультуру, тут, видите, отдельное здание, поэтому я был обязан их довести. Ладно, сейчас пойду контрольные проверю, и потом заберу их обратно. Где там мои детишки? Так, я не понял, я же вас предупреждал, из здания спортзала не выходите, вы даже за забор вылезли. Это небезопасно. Что? Вы про Андрея? Блин, я на самом деле тоже об этом думал. Так, ну ладно, давайте сегодня у нас по плану сходить, посмотреть автогонку, да, после уроков. А завтра, завтра с утра, да, пойдём к директу, все вместе напишем обращение. Ладно, давай только по-быстрому. Собираемся около крыльца школы, и потом на автобусе, прямо на автодром. Так, ребят, ну ладно, пойдёмте пока обсудим, какие можно аргументы привести к поводу того, что, ну, Андрея надо оставить с нашим классом, а не с этим старшаками. Во-первых, я считаю, что ему полезно будет, Андрею, два раза пройти уже пройденный материал. Ну, чисто для закрепления. Да, ему будет проще. А, во-вторых, он, ну, реально уже с нами сдружился. И это, типа, моральная травма, вот так вот его выдёргивать. Я считаю, это неправильно. Чего? Нашего Андрюша? А ну-ка, вместе, ребята, прижёмся! Где? Показывай, где? Где, где? Так, а ну, уроды! Так, мне детей бить нельзя. Ребята, давайте, Петя, делаем мою работу. Правильно, правильно. Так, а вы что тут стоите? Я не понял. Что? Перестанет быть плак... Вы чего, смотрите, как вашего ребёнка травят? И ничего не делаете? Чего? Да что же вы за бабушка такая? Андрей, не переживай, мы завтра за тебя вприжёмся. Мы перед директором все встанем и прямо-таки ультиматум поставим, чтобы тебя оставили в нашем классе. Бабушка, вы чего меня отталкиваете? Что? Почему? Бабушка, ну ведь ему тут нормально, бабуля. Так, а как вообще? С чего? Дети, мне это не кажется? Андрей, мы тебя спасём! Только как я могу его спасти? Я же не могу его от родной бабки оторвать. Ну, типа, не имею права. Ё-моё, реально какая-то бабка шизанутая. Так, где эти уроды, а? Спрятались тут? Убежали. Ну чё, я им потом вставлю где-нибудь, отловлю их. Тоже, блин, докопались до маленького. Вот такие уроды бывают в школе. Ребята, а у вас в школе бывают такие, которые предстают к маленьким? Вот это какая-то отдельная касса, которая, знаете, как-то, не знаю, может, они в себе не уверены, что ли, что так отрываются. Ну, такие почти шуфкажи в школе есть. Вот я рад, что мой класс, он может как единая команда друг за друга постоять. Вот, ребята, я реально вами горжусь. Молодцы, все молодцы. Так, ну ладно, всё тогда, поехали на автодром. Давайте, установки вас жду. Ребята, ну а с вами был я, отец, девочка Нюхим. И у меня к вам большой-большой вопрос. Как бы, ну стоит мне там в суд идти, как-то пытаться на эту бабку повлиять, потому что, ну, друг, всё-таки сможем его усыновить. Не, ну о чём, чем чёрт не шутит? Я, конечно, сомневаюсь ещё, но, возможно, вы меня можете переубедить. Всё, ребята, с вами был я, отец, девочка Нюхим. Всем удачи, всем до завтра, всем пока!